Здравствуйте, уважаемые коллеги и члены комиссии. Я изучаю болезнь Баркинсона и расскажу про это. Что такое болезнь Баркинсона? Это нейродегенеративное заболевание, которое затрагивает в первую очередь моторную систему. Она связана с гибелью нейронов в черной субстанции. Черная субстанция – это часть системы базальных ганглиев. Это система, которая участвует в моторном контроле. Из-за того, что поступление допамина нарушается, во всей системе базальных ганглиев нарушается баланс возбуждения и торможения. И через цепочку событий это приводит к тому, что моторная кора тормозится. И из-за этого нарушается выполнение произвольных движений. Одним из важных изменений в этой цепочке является субталамическое ядро. Из недостатка допамина в нем развивается избыточная патологическая активность, которая в свою очередь вносит вклад в торможение моторной коры. Субталамическое ядро для нас очень важно, и скоро я расскажу, почему. Как проявляется болезнь Баркинсона? Основные симптомы – это струдненность движений в радиогенезии, ригидность, скованность мышц и тремор, заражение. Как бороться с болезнью Баркинсона? Полноценного лечения не существует, но есть способы уменьшить симптомы. Есть лекарственная терапия. Основной препарат – это леводопа. Это предшественное дефамина. Но есть одна проблема. Со временем развиваются побочные эффекты. В основном это дискинезия, то есть нежелательные непроизвольные движения. И когда побочные эффекты становятся совсем тяжелыми, в ряде случаев переходят на другой вариант – глубинную стимуляцию мозга – Deep Brain Stimulation. Электроды устанавливаются в базальной ганглии. Как правило, мишенью является субталамическое ядро, потому что эмпирически показали, что оно наиболее эффективно, как мишень. Нам очень важно понимать, как на нейрофизиологическом уровне проявляются моторные нарушения. Во-первых, это поможет нам больше понять про патологию этой болезни, про механизм ее развития. Во-вторых, это поможет нам подбирать программу стимуляции. Если мы будем понимать, когда состояние пациента ухудшается, мы сможем включать стимуляцию в нужное время. По этому принципу работает адаптивная глубинная стимуляция. Во-вторых, если мы будем понимать, как выглядит патологическая активность, то мы сможем локализовать очаги в субталамическом ядре и, опять же, направить стимуляцию точно в нужное место. Сейчас подбор процедуры стимуляции идет опытным путем, и это достаточно долго и тяжело. Сейчас основным коррелятом моторных нарушений считается бета-осстилляция в субталамическом ядре. При выраженных моторных нарушениях бета-осстилляция выражена сильно, а когда симптомы подавляются, подавляется и бета-осстилляция. В последнее время есть много работ, которые говорят о том, что широкий бета-диапазон функционально неоднороден, и его стоит разделять на два – низкочастотный и высокочастотный диапазон. Но пока что полного понимания нет, и тема остается актуальной. И поиск коррелятов моторных нарушений тоже остается актуальным. И таким образом цель моей работы – это поиск коррелятов двигательных нарушений при болезни партнессона. Для выполнения цели были поставлены следующие задачи. Исследование спонтанной активности субталамического ядра в ООН и ООВ-состояниях. Позже я поясню, что это такое. Второе – это анализ связи активности субталамического ядра с моторными симптомами. Эти две задачи были поставлены на первый год, и я занималась их выполнением. Так, следующая задача остается, соответственно, на будущее время. Что мы сделали за этот год? Мы собрали данные девяти пациентов с болезнью партнессона. Все они прошли операцию по установке электродов для глубинной стимуляции билутерально в субталамическое ядро. И мы ввели записи в состоянии спокойного бодрствования до приема таблетки и после приема таблетки в ООВ и ООН-состояниях. В ООВ-состояниях моторные симптомы выражены сильно, после приема таблетки симптомы подавляются, и пациент чувствует себя лучше. Как выглядят электроды? У электрода есть 8 отведений, 8 контактов, с которых пишется сигнал. Устанавливаются они с помощью стереотоксической рамы. А вот здесь вы можете видеть уже установленные, имплантированные электроды с подключенным стимулятором. В случае наших записей провода выводились наружу и подключались к записывающему устройству. Мы записывали такой тип сигнала, как локальный потенциал, который отражает суммарную активность нейронов. И помимо этого мы записывали миограмму и электроэнцисалограмму. Но главный фокус был на локальных потенциалах. Из 8 монополяров на каждом электроде мы рассчитывали биополярные сигналы. Здесь показана схема. Это разности монополярных сигналов. Делали мы это для того, чтобы локализовать сигнал внутри ядра, чтобы избежать того, что сигналы идут со всего мозга. Как мы осуществляли анализ? Я делала спектральный анализ. Из сырых локальных потенциалов я получала спектры мощности. И затем мы делали некую обработку сигналов. По недавним работам говорят, что в такие спектры входит несколько компонентов, которые отвечают по своему функциональному смыслу. Это экспоненциальная компонента и периодическая компонента. И лучше их отделять друг от друга, чтобы получать более точные результаты. Я использовала метод, реализованный в пакете FOOF для питона. Который позволял выделить отдельно экспоненциальную компоненту и периодическую. Здесь показана схема получения данных для анализа исходного спектра. Сначала вычиталась экспоненциальная компонента. И вот такие вот уплощенные так называемые спектры я уже анализировала. Анализировала среднюю мощность по интересующих меня диапазонах. Кроме того, этот метод позволяет выделять чистые пики, то есть чистые периодические компоненты. И я тоже их анализировала. Параметры такие, как пиковая частота и амплитуды пика. Что получилось в результате? Я напомню, что я искала корреляты, новые недостаточно исследованные корреляты моторных нарушений. Смотрела, что меняется в зависимости от состояния, чем отличается офф-ион состояние. Итак, во-первых, нам удалось подтвердить данные литературы. Мы получили, что во всем широком бета-диапазоне активность меняется в зависимости от состояния. При переходе из офф-состояния вон активность подавляется. И то же самое мы наблюдаем в двух поддиапазонах – low и high-batting. Далее, помимо такого классического коррелята, как средняя мощность, мы пошли дальше и стали исследовать другие интересные параметры. Например, мы посчитали, как меняется доля биполяров с бета-пиками в зависимости от состояния. Здесь вы видите схему. Это все рассчитанные биполяры для двух полушарий. Мы смотрели, в каком проценте этих биполяров есть пики в обоих бета-диапазонах. И получили, что эта доля меняется в зависимости от состояния. При подавлении моторных симптомов уменьшается количество бета-пиков по всему STN. Что это может значить? Это может значить, что количество патологических очагов уменьшается с переходом вон состояние. И это дает нам возможность использовать этот параметр как возможный коррелят состояния. Мы увидели, что количество пиков отличается между поддиапазонами. И в хайбете пиков было значительно больше. И не одна минута осталась. И мы исследовали параметры высокочастотного диапазона. Видели, что сдвигается частота пика в правую сторону. И также амплитуда пиков снижается при переходе из ОПОН. Это следующий коррелят. И последнее. Это связь с моторными симптомами. Мы увидели, что лоу-бета отражает не специфически набор моторных симптомов по трем шкалам. А хайбета специфично отражает ригидность. Здесь представлены выводы. Мы выявили несколько потенциальных коррелятов моторных нарушений. И полученные результаты представлены на трех конференциях. И есть одна публикация на рецензирование и опубликованные тезисы. Спасибо за внимание.